Светлана Ой, и представляете, все мои планы резко вдруг нарушились Почему? Потому что вчера меня пригласили, позвонила Дафна И пригласила меня на свой день рождения Ей исполняется 88 лет, вы не поверите А Дафна это как раз та женщина, которая была очень дружна с моим мужем Английским покойним И которая, помните, тогда я вам рассказывала Скину вам опять ссылочку вверху Про Джона, она была в курсе И самая первая заметила, что у нас с женом тут какие-то странные такие отношения Ну, вот это вот самая Дафна Она вспомнила обо мне, позвонила, пригласила И получилось так, я, кстати, с удовольствием, конечно же, согласилась и пошла Получилось так, что мы встретились почти со всеми моими бывшими знакомыми из пробосклуба И, вы знаете, было довольно интересное у нас общение Потому что мы не виделись, наверное, порядка пяти лет, на самом деле С ними, со всеми И тут вопросов, как всегда, ко мне Ну, и они молодцы Они никогда, как я уже вам говорила, негатив не показывают И очень, очень хорошо Мы посидели просто замечательно Пообедали, потом чаепитие, как обычно, немножко вина И стали разговаривать тут, когда чай пошли пить уже Вот, стали разговаривать потихонечку обо всем И, конечно же, англичанки у меня стали спрашивать А что у вас там коронавирус в России? Вот что там, как? Расскажите, как у вас врачи Потому что вот в Англии такой страшный случай Что все поумирали старики И вот такая вот просто жуткая эпидемия и мор Именно на престарелых А пробосклуб, это же как раз люди пенсионного возраста И их этот вопрос очень волнует Ну, слово за слово, дальше больше Стали разговаривать о врачах Насколько где лучше медицина Лучше медицина у нас или лучше медицина в Англии И вот эти вот все разговоры, вы знаете Они меня вдруг натолкнули на вот еще один такой рассказ воспоминания Именно про врачей Вот врачи везде, конечно, разные И почему-то вот именно вот этот вот наш разговор С англичанками Он натолкнул меня на то Что сейчас я вспомнила и хочу вам рассказать Что действительно врачи в любой стране бывают разные Бывают те, кто стремится помочь А бывают те, которые именно на болезни людской И на желании людей выздороветь И любыми способами, чтобы им помогли И вот врачи бывают такие, которые пользуются именно вот такими вот сложными ситуациями И пытаются на этом нажиться Как же, как бы ни странно это звучало Но вот я случайным образом как раз и попала на такого одного врача Тоже история довольно интересная Мне кажется, она заслуживает того, чтобы я вам ее рассказала Но эта история, опять же, она произошла со мной После той страшной операции перитонита Которой я вам тоже рассказывала И вот как там дальше со мной случилось И как один очень ушлый докторишка Я даже по-другому и назвать-то его не могу Как он со мной поступил И как он хотел нажиться на чужом несчастье И вот такая неожиданная внеплановая история сегодня для вас у меня Усаживайтесь поудобнее И я вам расскажу, что со мной случилось После того, как я в реанимации только-только оклепалась Заходили постоянно врачи Дежурный врач Какой-то еще медперсонал заходили Девочки, медсестры постоянно заходили Ну и тут заходит мужчина Ну тоже в белом халате, естественно Бэджик я его не успела разглядеть Он зашел с палочкой, хромает Такой невысокого роста подходит ко мне Ну здравствуйте, здравствуйте Всех вы нас напугали Галина Александровна, как ваше здоровье? Я говорю, да, здравствуйте Ничего получше вроде стало Ну и он говорит А я, говорит, главный врач А вы знаете, что Вы же, наверное, вот сейчас оклемаетесь И спустя какое-то время Вас переведут в палату интенсивной терапии И, по-моему, как-то так Или в хирургическую какую-то, короче Отделение И он говорит У нас есть два разных отделения Одно отделение, куда кладут гнойников всяких Операции, там, киста гнойная Или вот как у вас Этот гнойный аппендицит, перитонит А есть нормальные больные Которых переводят Вот, но не гнойное отделение А обычное отделение Так вот, я главный врач обычного отделения Я хочу вам сказать Что, понимаете У вас такой огромный разрез Вы вот едва-едва выкарабкались И я очень рад за вас, конечно Но я думаю, что вам, конечно Было бы лучше попасть ко мне В отделение Где нет гнойников этих Понимаете? Потому что все равно перевязки Вам будут делать все вместе Потому что вы будете с этими больными Сталкиваться Зачем вам это надо? У вас такая огромная рана Которая еще не зажила Ну и что вы по этому поводу думаете? Ну, друзья Я вообще-то, конечно Вообще не думала Куда, чего меня переведут Я, как говорится, лежу в реанимации Только-только оклемалась Но раз он мне это говорит Я, естественно Это все Принимая во внимание Ему говорю Ну, конечно же, конечно же Я бы, конечно же, хотела Быть в обычном отделении А не в гнойном А что это можно сделать? Я даже простая, как три копейки И никогда я в своей жизни Никому взяток не давала И, в общем, не полагала Что, оказывается Если меня должны перевезти В гнойное отделение По моему диагнозу А вот можно, чтобы они в гнойное перевели Ну и, естественно Если это связано с тем Как я дальше буду выздоравливать Выкарабкиваться Ну, понятно же, да? Я говорю, конечно-конечно Я хочу к вам Чтобы у меня никаких потом Еще проблем не было Я уже так долго Тут выкарабкиваюсь Из этой жуткой ситуации Я говорю, конечно-конечно И он продолжает А я вот смотрю Ваша фамилия Такая знакомая Вот что-то она мне напоминает У вас, наверное, папа Был художником? Я удивилась Ну, вообще-то Что тут удивляться? А тут на самом деле Только не папа мой был художником А художником был Мой свекр То есть Женин папа Он говорит А я знаю Да, вот надо же Как интересно Что фамилия такая знакомая Мне так нравятся его картины А он действительно Михаил Сергеевич Мой свекр Был художником Состоял в союзе художников И у него была Мастерская огромная Которую ему дали Как художнику И, в общем-то У него картин было Там, я не знаю Тысячи В этой мастерской Все было у него Уставлено Все там стеллажи огромные До самого потолка Были уставлены картинами Большими, маленькими Потом у него были каталоги Он выставки устраивал Довольно часто Он был действительно Серьезным художником И вот Его северяне-то наверняка знают Я нашла вам Некоторые картины Михаила Сергеевича Ну, у него было много картин Как я уже говорю Так вот Он, Михаил Сергеевич Умер Буквально за год До вот этого события Когда я попала В реанимацию И все картины Они достались По наследству Моему мужу Жене Бывшему мужу На тот момент Отцу моей дочери Даши Так вот И он говорит Да, вот как интересно Я впервые вижу Вот родственника Знаменитого художника И вот я Знаете что Я так люблю Живопись Мне так нравится А тогда Как раз был бум Такой, что Все что-то бросились Покупать Картины Что-то все Вот так вот Стали Эти картины Пользоваться спросом Не знаю Был такой бум По-моему Сейчас он Немножко даже Поутих А тогда Вот как-то На самом деле Я знаю, что У Жени там было Очень много Предложений Вот Ну и Я значит Это слушаю Дальше Он мне говорит Я бы хотел Да Но я же говорю ему Да, да Это мой Это мой свекр Действительно Художник Он говорит Ну так свекр же Почти как папа Я знаете Что думаю Вот так мне нравятся Картины Так нравятся Особенно Вот пейзажи Северные Вот если бы Вы мне Подарили картину А я бы тогда вас Вот перевел бы В свое отделение Не гнойное Представляете Он мне То есть вот так вот Говорит это В открытую Ой Я не знаю Вот опять же Как относиться к этому Наверное Сейчас многие тоже В меня начнут Кидаться тапками И скажут А что вы хотели Вас спасли Вас спасали Вы должны за это Что-то заплатить У меня вот как-то Знает о другой взгляд Совершенно Я могла бы Отблагодарить Это само собой И я отблагодарила Всех Кто ко мне Отнесся серьезно И кто Мне помогал И на самом деле Меня спасал В частности Тот хирург Который делал мне операцию И девочки Медсестры Которые за мной Смотрели Это само собой Но когда приходит Человек Вот так вот В наглую Просто Пользуясь Моим положением Вот таким Безвыходным Как говорится Он предлагает Мне вот это Я не знаю Как на это реагировать Я Ну я Скажем так Я испугалась Он говорит мне Вы подумайте Подумайте Конечно Потом мне скажете Ну и я Естественно Сразу же На следующий день Когда ко мне Пришли Мои Девчонки Знакомые Меня проведать Я тут же говорю Верочке Опять она У меня знала Мужа Женю И я говорю Верочка Пожалуйста Вот телефон Женин Свяжись с ним Потому что Вот так и так Мне нужно Срочно С ним поговорить Ну она Конечно Конечно Приходит Женя Еще Уже там Я не знаю Через день Или через два Приходит Женя Ну что ты тут Как ты тут Ой Хорошо Уже смотришься Хорошо Все Выглядишь лучше Я говорю Спасибо Спасибо И говорю Женя Вот так и так У меня попросили Картину Я не ожидала Вообще Потому что Картины не мои И меня попросили Картину Ты вот не мог бы Какую-нибудь Хоть маленькую Я не знаю Дать Потому что Все-таки вопрос Моей жизни Он говорит Ты что Что ты еще Придумала Какую картину Ничего я тебе не дам Я говорю Женя Подожди Сейчас я знаю Все картины у тебя Картин очень много И Ну Если уже Как бы Ты не можешь мне ее дать Там может быть Ладно Она дорогая Но я у тебя ее куплю Но я куплю Не сейчас Естественно Я выйду Я все тебе Деньги отдам Я заплачу Ну потому что Он говорит А ты что Не можешь ему Деньги дать Я говорю Ну в том-то и дело Что человек Попросил картину Я что могу сделать Вот так получилось Фамилия Видишь Меня подвела Твоя И что вы думаете Мне Женя Замечательный С которым Мы прожили 7 лет От которого Дочь у меня Да И С которым Мы Даже после развода Поддерживали Нормальные отношения Потому что За ним Тянулась Дочка Моя Она Его Очень любила И Я не хотела Травмировать Детскую психику Женя Не очень Так сказать По правде Желал Приходить Но я Настояла Говорю Женя Приходи Потому что Ну Даша Тут все-таки Дочь Твоя В общем Ладно В общем Я старалась С ним Поддерживать Нормальные отношения И Даже Дала ему Свой ключ От квартиры Где Деньги Лежат Кат Вот И значит Говорю Женя Приходи У тебя Сутки Через двое В твоей Таможне Работа Даша У меня Приходит С школы Она одна Приходи С ней Занимайся Что хочешь Там Кушай В холодильнике Все бери Ну и он Вы знаете Как-то Очень хорошо Этим всем Воспользовался Бывает Я вечером Уже Прихожу С работы Ну а он Еще сидит Там С Дашей Все поел Так душевно Все хорошо Хотя Приходил С пустыми руками Всегда Ладно Это все Ерунда Я смотрела На это Сквозь пальцы Бог с ним Общается С дочкой Все чудесно Ну и вот Вот так вот Вроде Хорошее отношение Я Жене Говорю Женя Пожалуйста Пожалуйста Я тебе Заплачен Сказал Нет Нет Даже На кону Мое здоровье Ну он мне на это Ответил Да прям Там еще Чего выдумала Здоровье Ты вон какая Здоровая Крепкая Все Ты уже Оклемалась Ничего проблем Никаких не будет Выздоровишь Все Ну и в общем Друзья Представляете Вот мое Состояние Я Помню Я так Не сказать Что я обиделась Или что Я во-первых Шокирована была Во-вторых Я так Разозлилась Я ему говорю Так Женя Пожалуйста Уйди Сейчас Уйди Отсюда И пожалуйста Закрой вот эту дверь И сделай так Чтобы я больше тебя Никогда не видела Я не хочу тебя больше Не видеть Не слышать А тебе вообще ничего Пожалуйста Сделай так Пока Пока Ну и все И он Ретировался Ушел Ну что А что А что Как обычно Что тут такого Ничего такого И таки Что вы думаете Вот этот доктор Он конечно же Спустя Наверное Неделю Где-то уже Мне Выписываться Он приходит И спрашивает Ну как Вы что-то решили Что-то такое Прояснилось у вас Я Вы знаете Так Сказать Я тут покривила Душой И ему говорю Да вот Я никак не могу Вы же понимаете Связи у меня нет С моим мужем А мы Как я вам сказала С ним развелись То есть Я еще пока точно Не знаю Ну в общем Скорее Он говорит Так вы тут думайте Думайте Вас уже завтра переводят Я вас беру В свое отделение Но я же жду Наша договоренность В силе Так и вот После этого разговора Я рассказываю дальше Что было со мной Про Женю Я вам потом расскажу Тоже интересная история Так вот Уже Меня переводить Уже Мне сказали Что завтра Вас из реанимации Выписывают Ну и Я жду Доктор не приходит Хроменький Меня переводят Вот в это отделение Я так вижу Что не гнойное отделение А нормальное Вот к этому К доктору К этому Главврачу Перекладут меня В палату В самом конце коридора Тихая Спокойная палата Я и еще одна Женщина Женщина Ну наверное Ей лет 60 И она Просто после Обычного Аппендикса Она лежит По-моему Я то после Реанимации А она Вот недавно Недавно Только ей сделали Операцию Ну и мы тут Разговорились Естественно Она себя плохо чувствует Я ей поясняю Как ей лучше Что ей лучше Пить не пить Она говорит Мне тошнит Я говорю Лучше не пейте А то будет рвать вас Ну и мы с ней Разговорились Она Я говорю А вы что как Она говорит Так я Так рада Что мне здесь Сделали операцию Все так хорошо И поселили меня Вот сюда Я не ожидала Я говорю Да действительно хорошо Конечно Она говорит Ну потому что У меня Сын Доктор в этой больнице Ну Замечательно То есть получается Что я попала Вот так вот Нежданно Негаданно Я попала Как это называют К блатникам Да К блатникам Ну я лежу Не успели меня перевезти В эту палату Как Приходит этот доктор Естественно Сразу хроменький И говорит Ну как вам тут нравится Все хорошо Я говорю Ой доктор Спасибо вам огромное Замечательно Прекрасно Но я просто Даже не знаю Мне так Перед вами Неудобно Ну вот Такая такая ситуация Я говорю Я поговорила С мужем И получается Что картину Он Не хочет дать Он Отказался В общем Я не могу Вам картину дать Это картины Не мои Поймите меня Пожалуйста Правильно Давайте Может быть Я вам Куплю Какую-то Другую Картину Когда я Выйду Может быть Вот так Вот начала Там я Что-то Ему Рассказывать Он говорит Ой да Ну что вы Ладно Ладно Не беспокойтесь Никаких тут Проблем И ушел Ушмыгнул Он Ушмыгнул Меня Через какое-то Опять время Вызывают Но не только Меня Всех Вызывают На перевязки Там же Постоянно Перевязки Специально Надо идти В этот кабинет Перевязочный Процедурный Я Ничего Не подозревая Я Встаю Иду Ковыляю В этот Перевязочный Там Это все Долго Пока Меня Перевязали Пока Это все Я Выхожу Захожу Обратно В эту Палату А там Пустая Койка С моей Койки Даже Матрас Убрали Все Убрали И эта Женщина Такая Перепуганная Она Мне Говорит Вы знаете Пришла Медсестричка Она Забрала Ваши вещи Вот тут Из тумбочки Она Забрала Вот Матрас Ваш Все Вот это Свернула И сказала Что Вас переводят В другое Отделение Я Друзья Представляете Вот такая Вот история Ну то есть И правда А что Меня уже Держать Здесь В этой Палате Блатников Когда Когда я Вот такая Видите Не заплатила Ну и Что Вы Думаете Я Пошла Пошла Пока Выляла Пока Я Нашла Это Отделение Ну Оно Там В другом Конце В другом Крыле Огромного Этого Госпиталя Я Пришла Туда И Уж Не знаю Почему Так Получилось Мало Того Что Меня Перекинули Сразу В отделение Это Гнойное Но Еще Он Меня Положил В палату Которая Было 8 Человек 8 Друзья Послушайте Да После Вот Такого Вот Это Я Только Сутки Как Вышла Ну И Как Я Вышла Вы Видели Я Ходила Карабкаясь По стенке И Свернутая В три Погибели Согнутая Крючком И Еле 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 Я Бродила Потому Что У меня Все Равно Этот Шов Ужасно Болел И Вот Так Придерживая Руками Вот Эту Простынку Которой Я Была Перевязана Я Ходила В три Погибели Согнувшись Но Слава Богу Все Так И Уже Ходила Так Вот Этот Товарищ Как Его Назвать Он же Тоже Доктор Он Тоже Давал Клятву Гиппократа И Он Меня Вот Так Выкинул Так Еще Наверное Из-за Того Что Я Вот Так Негодница Мало Того Что Ему Картину Не Дала Так Еще Видите Он Оказалось Там За Меня Похлопотал Или Что Уж Там Он Сделал Что Меня Положили В палату Блатников А Я Не Выполнила Обещание И Меня Выкинули В Эту Восьмиместную Палату И Хочу Сразу Добавить Что Эта Восьмиместная Палата Она Была Единственная Во Всем Этом Отделении Остальные Были Двух Трех Местные Четырех Местные Ну Я Не Знаю Может Одноместные Были Нет Но Восьмиместная Была Вот Только Вот Эта Одна И Лежали Там Ой Ой Кто Это Ужасно Там Лежали Люди Без Ног Лежала Женщина Без Обеих Ног После Сахарного Диабета Ей Отрезали Обе Ноги Лежали Там Еще Другие Которые Очень Старенькие Такие Бабулечки Которые Ходили Под Себя И Запах В этой Палате Был Ужасный Ну В общем Вот Больше Этих Прекрас Я вам Рассказывать Не буду Вы Представляете Я Попала В эту Палату И Что Тут Скажешь Не Знаю Ничего Долго Уже Опять Рассказываю Вам Эту Историю Опять Может Быть Она Кого То И не Удивит И кто Там Мне Опять Скажет Что Да Ничего Нормально Все Что Вы Не Заплатили А Что Вы Хотели Но Здесь Я Опять Повторяю Мухи Отделились От Котлет Во Первых Я Поняла Вот Эту Сущность Гнилую Моего Мужа Ну А Которая Я в общем-то Уже Примерно Подозревала После Наших Столько лет Прожитых Вместе Я уже Примерно Понимала Что он Из себя Представляет Ну И вот Этот Вот Такой Я даже Хочу Сказать Докторишка По другому Я его Назвать Не могу Это Именно Такой Докторишка Хищный Мерзкий Тип Который Именно На несчастье Людей Наживается Вот Таким Образом Ну Вот Друзья Рассказала Вам Про Докторов Были Еще У меня Несколько Случаев Об Этой Больнице Когда Я лежала Там Я там Лежала Больше Месяца В Обычном Отделении И Больше Двух Недель В реанимации Ну А на этом Друзья Моя Вторая Часть Заканчивается Всего Вам Доброго Берегите Себя Увидимся Пока Пока